9 утра. Остановка общественного транспорта на площади Кирова. Очередной форт-пост самарских контролеров. Проверяют масочный режим. Еще одна проблема транспорта в мегаполисе – безбилетники. С нарушениями мы боремся сразу. То есть безбилетные пассажиры у нас выводятся из автобуса. Малолетних детей и бабушек мы не высаживаем. Предлагаем обилетиться у кондуктора. Такая работа в течение всего дня, ежедневно, без выходных. По городу безбилетников выявляют несколько бригад контролеров. За день удается поймать порядка 30 зайцев. Вот и спустя 15 минут охоты попался первый пассажир без билета. Прокатиться без билета в общественном транспорте горожане особенно любили в доковидное время. Зайцев тогда ловили свыше 50 в день. Сейчас эта тенденция пошла на спад. Все дело в жестких наказаниях. Судьбу нарушителей решает районная административная комиссия. Вызываем уведомление. Уведомление направляется заказным письмом. Согласно КОАП сроки рассмотрения со дня совершения правонарушения два месяца. По закону дается 60 суток для добровольной оплаты штрафа. 10 суток у правонарушителей есть на обжалование. В случае неуплаты в 60 дней мы направляем постановление в службу судебных приставов и судебные приставы уже взыскивают в принудительном порядке. Комплексная комиссия помогает контролерам в работе по соблюдению масочного режима. Это представители транспортных предприятий, районных администраций и полицейские. Контрольно-ревизионная служба транспортного предприятия регулярно проводит мониторинг с сопоставлением объема пассажиропотока и количества проданных билетов. И в последнее время начали замечать расхождение. Были зафиксированы случаи безбилетного проезда. Просьба в течение одной остановки надевать защитные средства и оплачивать свой проезд любым доступным способом. Безбилетникам по закону грозит штраф 500 рублей, антимасочникам до 30 тысяч. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.